Всем привет! Если у вас дома нет хлеба и по каким-то причинам вы не можете его купить, но есть пару картошек и немного растительного масла, можно приготовить замечательные лепешки, которые не черствеют продолжительное время. Картофель нужно почистить, порезать небольшими кусочками и отварить его. Картофель должен быть очень мягким, разваривающимся. Вот такой должен быть. Сейчас нам нужно измельчить блендером воду вместе с картофелем и у нас получается вот такая масса, как жидкий кисель. Это будет основа для нашего не черствеющего теста. Высыпаю сюда соль, сахар и дрожжи и перемешиваю венчиком. Я буду замешивать в кухонном комбайне, также можно замесить его прекрасно руками. В чашу миксера я добавляю муку. Муку засыпаем частями. Вливаем растительное масло. Оставшуюся муку и замешиваем эластичное тесто. Посмотрите внимательно, тесто не должно быть сильно густым, оно очень нежное и мягкое. Помещаю его в чашу с брюзнутым растительным маслом и оставляю на 30-40 минут, чтобы тесто подошло. Готовое тесто я разделю пополам, так как теста у меня очень много получилось. Половину теста я буду замораживать в пакете для морозилки. И можно использовать в любой день в течение двух месяцев. Вторую половину теста я скатала в шар и шар делим на 4 части. И у нас получается 4 более мелких шара. И теперь каждый делим еще на 4 части. Итого из половинки теста у нас получится 16 лепешек. Каждая лепешка ориентировочно 75-85 грамм. Раскатываем овалы. Толщина приблизительно 1 сантиметр. Смазываем слегка растительным маслом руками и накрываем пленкой. Оставляем на 15-20 минут, чтобы тесто расстоялось. Ножом для пиццы или специальным ножом делаем по 3 надреза. Не до конца, только в центре. Разогреваем сковороду. Масло должно быть до кипения. Затем уменьшаем огонь ниже среднего, ближе к минимальному. Где-то 2,5 из 10. И обжариваем с двух сторон. Так как лепешки не очень толстые, они жарятся очень быстро. По 1-1,5 минуты с каждой стороны. И выкладываем их на бумажное полотенце. Вот такие лепешки получились. Края очень пушистые, мягкие. А середина более такая тоньшая и хрустящая. Очень вкусная. Готовьте с удовольствием. Буду надеяться, что этот рецепт вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok